У нас очень много фотографий, связанных именно с какими-то спектаклями рождественскими, пасхальными. Снова месяц хрустальный глядится, и по бархату неба рассыпали звезды звеня. Тихим скрипом шагов по искрящимся иням крышам, по заснеженным веткам спускается к нам Рождество. О любви попроси от души, и ты будешь услышан, даже если ты в сказки не веришь, став взрослым давно. Мне бы хотелось на Рождество пожелать всем людям мира, добра. Вот пожелать счастья, а что такое счастье? Вот когда ты приходишь в дом, и тебя здесь ждут, тебя любят, а тебе позаботятся, тебя поддержат, Вот это вот, может быть, это счастье, и не знаю. И когда ты сам можешь поддержать, видишь, тому плохо и тому плохо. И Рождество – это тоже праздник всех детей в мире. Когда ты знаешь, что рядом есть Отец Небесный, что Бог – любовь, ты можешь доверять, как ребенок доверяет родителей своих. И поэтому Рождество праздник, как уповать на Бога, что Бог по имени сказал, ты, Отец город, Новосибирский, у тебя такая школа, не бойся. Я скажу вам одну фразу, я думаю, что это Сольдженицы сказал. Думаю, но я также не знаю, может быть, что нет. Но русский человек сказал, что цель школы – это делать из эгоистического сердца, делать сердце, которое зачувствует, которое любит. Как вы находитесь на Оль, можно понять, что мы находимся в католической францисканской школе Рождества Христова. Юридически можем сказать, что католическая церковь имеет католический приход, поэтому католическая школа. А потом францисканцы, потому что братья францисканцы поддерживают. И Рождество Христово, это какое имя, каризматическое, можем сказать. Все язвы, которые вы найдете по школе, делали сами дети по классам. Это, например, третий класс. В России были времена, когда о Боге еще было запрещено, это была религия, это опиум было все. И начинать, если начинать, нужно начинать рождение. Поэтому Рождество Христово. Нет, погоди, он мудрый человек. Всевышний дал свое знамение. Это ясно. Вот я сегодня смотрела на Сашу, который играл главную роль. Я думаю, что в другой школе он бы не получил такого тепла, любви и заботы, как здесь. Вообще бы просто не вышел на такой уровень. Эту школу задумывалась, делась как бы для именно детей из трудных семей, да, из таких неблагополучных и финансовых и в другом смысле, да. Я вниз пойдем, в спортзал показать. Мы еще играем в футбол каракатицей. Такие дети в массовой школе, они теряются. Их просто стараются не замечать и стараются ими не заниматься, потому что это проблемы большие. А здесь проблемы ребенка во всех аспектах, и в здоровье, и в душевном состоянии, и в поведенческом. Все контролируется, поправляется, не ущемляя интересы и самолюбие ребенка, что очень важно. Мы стараемся, чтобы отношения тоже здесь к детям, со стороны всего коллектива, не только учителей, да, чтобы они тоже были вовлечены, скажем, в этот процесс общий. И чтобы дети видели, как бы, что есть другие люди, которые работают, да, работают и на школу, и помогают тоже им детям. Обычно такие дети, вот из трудных, скажем, очень трудных семей, они ведь не отстают там сильно в развитии. Просто они недолюблены, недоухожены, да, им просто не дали возможности развиться, да. Вот если ты будешь любить ребенка, мне так кажется, то уже все остальное приложится. И ребенок уже раскроется, и мы добьемся успехов уже, я считаю, во всем. Я бы сказала так, что любить их нужно, как мама. Я даже вот замечаю, что дети некоторые называют мамами меня. И особенно это те дети, которым вот именно недостает вот этой ласки и любви, которая должна быть в семье. Эти дети, они тоже мое будущее. Как мы сейчас вложим, да, вот в сегодняшний момент, сколько любви мы вложим, столько мы получим потом. Конечно, не только дети смотрят, дети, а учителя. И через эти темы потом идет, что они будут лучше понять, что мы учимся, например, во время Закона Божия. Как называется этот праздник, когда Иисус Академичный Белозаврский храм? Среди дня, раз, и пол, и пол. Все ребята, кто посещают школу, тоже посещают Закон Божий. Со соглашем родителей, но потом, как уже познакомимся, думаем, что тоже им самым приятно приходить здесь. Такая тема «Свет и тьма». Тот, как у меня, «Свет и тьма». Как мы можем это нарисовать? Тьма, она темная, неприятная, холодная, перехода, чтобы эта тьма превратилась в свет. А свет, он яркий, веселый. Если бы не было света, не было бы зеленых листьев. Как я работаю в католической школе, многих вопросов я не знала. И занимаюсь самообразованием по этому вопросу. И стараюсь до детей донести тоже то, что было мне непонятно. Это просто знакомство с другой культурой. А ведь то, что мы молимся, это хорошо. Мы обращаемся к Богу через молитву. Школа – это не конфессиональный, где ты обучаешь, как на воскресной школе. Есть элементы религии, которые должны жить все верующие. Есть такой вызов, скажем, мы даем как сиятель. А развитие потом может быть или нет. Познакомившись с семьями, с теми условиями, в которых бытовые условия, я имею в виду, находятся данные дети, они изнутри не избалованы, не испорчены. Они очень добрые. И они ранимые. Они благодарные. Так умеют благодарить за теплоту, которую они здесь получают. За что будешь в твоей школе? Что учительницы добрые. За учебу. А как у нас здесь учеба? Интересно. Когда ты, например, понимаешь, что для человека, для ребенка все конкретно. Он должен видеть, слушать, трогать. Да и возможность. Мы не считаем, что технология должна быть в первую очередь. Мы не будем дети все с компьютером. Для детей должна быть больше подход, личный подход. Все дети, которые у нас есть, они замечательные. Они, конечно, наверное, не лучшие, чем в других школах или где-то. Но это те, кто нам даны на сегодняшний день. И, наверное, это наше счастье они. Я хочу, чтобы эта школа всегда существовала. Потому что она необходима. Особенно для тех детей, которым не хватает вот той ласки и тепла, и доброты, которые должны быть в семье. И хочу, чтобы здесь было как можно больше детей. Всегда человек, он принимает много, а он сам должен потом отвечать. Ты можешь много слушать тоже и ничего. А можешь чуть-чуть. Остается в сердце и потом развивается. Я оптимист. Не только я, это Бог оптимист. Он так делал человек и говорит, давай. Давай.